Культ Амбуш 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 Чуть-чуть-чуть-чуть добивать И вот там остается Несколько моделей И ты просто кидаешь На него вот это Это важно Что вы кидаете Именно каждый раз Когда он назначает Вашу целью стрельбы Вы можете кинуть И вот остается Там две модели И одна из них Знамя И вы такие Кидают туда Стратегемку И все Противник не может От юни добить А он начинает Постепенно еще С каждым ходом Регейн Короче мерзотная штука Возможно Единственное Я не помню Есть ли где-то Пояснение По этому поводу В рульбуку Да и сейчас Не буду лезть Как бы проверять Но здесь нету Приписки Которая стандартно Присутствовала Что если За счет применения Этой стрельгемы Противник не может Пострелять То ему позволяет Сменить цель Здесь этого Не написано Почему-то Мое предположение Что должно Это работать так То есть Противнику должна Предоставляться Возможность Сделать стрельбу Свои атаки В другую цель Но здесь Типа этого не прописано Но как бы Опять же Я считаю Что стоит играть Вот в данном случае Все таки Как это Наверное Задумывалось А не так Что противник Заявляет стрельбу В вашей одну модели Вот это Ха-ха И ты больше Не можешь стрелять В принципе Этим юнитом Вот Так что Держите просто Это в уме И последняя стратегемка Return to Shadows Берем Выбираем Наш один Генстиллер Батллайн юнит Два Два юнита Или один Инфантрей юнит Юниты не должны Быть локнуты В хтх И делаем это В конце Хода противника Что важно Эти Оба юнита Отправляют Стратегик резервы Но при этом Эти юниты Обязательно должны Иметь дипстрайк Без дипстрайка Нельзя Вот Мощная ли штука Естественно Потому что Это такая Опять же фишка А-ля у серых рыцарей Вы просто убираете Свои юниты На ход противника И на ваш ход Вы эти юниты Заново где-то выставляете Где вам нужно Это естественно Очень мощная Обилка Но я думаю Как проверять Потому что Можно так просто Сливать юниты Как ни хер на хер Но Опять же Один кп Первый enchantment У нас позволяет На любой Опять же модель Вешается У нас сразу скажу Все вешаются На генстиллер Культ модель Нет тут никаких ограничений На кого это можно повесить Вешается это улучшение И один раз затерн Позволяет вам В ситуации Когда противник Совершает Нормал мув Эдванс Или фоллбек В 9 дюймах Заканчивает Рядом с вашим юнитом Просто взять И подвигаться На D6 Совершить нормал мув Мощная ли эта штука Да Ну типа Эта штука Очень неплохая С одним юнитом Еще в дополнение Как к хитро Но я чуть попозже Об этом расскажу Когда дойдем до самого юнита Но при этом Наш юнит не должен быть Локнут в АТХ Естественно Так не сработает Да кто-то скажет Типа подвигаться на D6 Возможно это не самая большая Такая проблема Для противника Но может быть Может быть Опять же Выход из дипа происходит У противника Это тоже считается У нас по идее А нет Хотя нет Не считается кстати Да выход из дипа Не будет считаться Тогда просто противник Совершает любое движение Вы можете подвигаться И опять же Не очень хорошо работает На многих юнитах ваших Но на одном конкретном Будет работать Прям идеально Следующее улучшение Работы достаточно просто Носитель этого артефакта У нас должен Обладать Инфильтрейтером Спешил рул Скажу сразу Не много у кого он есть И самое главное Когда мы применяем На него какие-то стратегемочки Кидаем D6 И на 4 плюс Получаем КП Ну типа Возможность регенить КП В принципе на самом деле Полезная штука С учетом на то Что ну не так уж У нас много этих способов Вот И КП сейчас имеет ценность Большую Поэтому да Можно иногда применять Другое дело что Это не самый лучший Генератор КП Потому что Это нам Целевая Вот это у нас Юнит Который подвергаться Будет стратегему Ну именно конкретно один Что естественно Не очень круто Следующий Энчант Он вообще супер простой Он есть у многих Что-то подобное Просто когда противник Использует какую-то Одну из своих стратегем Вы говорите ха-ха И стратегема Стратегема становится дороже И она до конца игры Такой остается Естественно Очень полезная штука Потому что стоимость Одного КП Очень-очень большая Сейчас И это именно Очень сильно Срет оппоненту И последнее У нас Собственно Улучшение Это штука Которая позволяет нам Носителю Вместе с своим юнитом Быть За аффекционным Стратегемой Heroic Intervention За 0 КП И позволяет это Применить еще и Как бы второй раз Заход Ну не на этот юнит А на другой В смысле Если мы применили Уже ее тут еще раз Можно применить В принципе Штука Местами Очень может быть полезная Потому что Она позволяет Стратегем больше применить Во-вторых Она еще и Как бы вам Стоимость этих стратегем Никую не делает Это конечно классно Но Единственное Эта штука Гражды тяжелее Например Использовать Чем предыдущая Потому что Там у противника Найти стратегему Которую ему обосрать Это всегда найдете А тут Главная проблема То что Не во всех юнитах Эта штука будет хорошо смотреться Да на самом деле Зависит еще очень сильно От оппонента Просто даже ваши профильные ХТХшные юниты Иногда будут играть Против какой-то армии Которой не хочется Особо делать От героик Но в некоторых ситуациях На самом деле можно Потому что у нас есть Возможность там Раздать страйк ферст И прочее всякое говно Артефакт В принципе норм Но его надо думать Как применять Очень сильно Потому что Обосраться естественно Ничего не стоит вам И мы переходим К чему К самой главной части Естественно юниты И начинаем Тут у нас неожиданно Все идет в альфа-видитном порядке Не во всех кодексах Почему-то все идет В альфа-видитном порядке Но тем не менее Первый у нас аберранты Аберранты у нас Мужички Ну чуть-чуть поменяли Свой профиль Шестой мув Шестая тавна Пятый сейф Три вунды Седьмой ледак Один обсек Из правил Они у нас имеют Дипстрайк Они имеют Филму пейн 4 плюс Что ого Как на самом деле сильно По вооружению Наш сержант Может заменить себе Пушку Не надо его заменять По базе Все просто у нас имеют Пушки Которые 3 атаки На 3 плюс 8 минус 2 3 Вполне себе неплохие штуки Ну да Кажется атак мало Но их можно разогнать Да и в принципе Все равно атаки Достаточно больные Плюс еще доп атака С каждого у нас идет На 3 плюс Тоже 5.01 Почему нет Юнит у нас набирается От 5 до 10 Стоит ли брать десятку Ну если вы их будете Использовать то возможно По дополнительным штукам Что у них есть Если чарактер у нас Собственно ведет этот юнит То этот юнит у нас получает Мини трансуху Современную Которая есть в этой редакции Как это работает у нас Мини трансуха сейчас Что когда в юнит Приходит сила Атакой Больше чем тавна Нашего юнита Получается минус 1 ту вунт То есть фактически Юнит никогда нельзя Будет вундить на 2 плюс И вундить на 3 плюс Тоже сильно вряд ли Но реже Пока нет ситуации Будут с 12 этап Но это понятное дело Будет тяжело Но единственное Не забывайте Если у противника Есть плюс 2 вунт То это как бы нивелируется Но тем не менее Все равно обилка прикольная И что могу сказать Ну ребята Не самые дорогие Но опять же На подобии кодекса Дварди У нас в целом Юниты не то чтобы Сильно дорогие В принципе могут нанести Серьезный удар Ну то есть полный отряд Если кого-то почаржится Это 30 атак молотками Это как бы мало не покажется При этом Удар они так или иначе Держать могут Потому что 6 это фна Позволяет защищаться От каких-нибудь там Сраных болтеров 5 сейф Ну типа что-то мы можем кинуть еще И ФНП у нас естественно есть Но минус конечно Какая-нибудь Противотанковая стрельба Просто их снесет Естественно там всякие мельты И прочего Что-то такое там ласки Единственное Что их еще при этом Можешь защищать Им обязательно нужен Чарактер Который будет вести юнит Потому что без него У них ФНП будет Но у них не будет этого Вот минус 100 лунда Поэтому обязательно Чарактер А выбор чарактеров На самом деле к ним Который джойниться Ну не то чтобы сильно большой И я бы не сказал Не то чтобы сильно Прямо хороший Вот Но тем не менее Как бы что есть то есть Применять их можно Но я честно говоря Скажу так Типа Очень аккуратно Их надо применять Потому что все-таки Ребята на удар От определенных целей Могут хорошо держать Но от некоторых Просто отъезжать будут на раз За счет того Что у них ни инвуля Никакого нет Сейф еще маленький Чисто на ФНП только рассчитывают А когда у вас прилетает Какой-нибудь Д6 Там плюс 2 урона Ну как бы Сколько вы откинете Это ФНП Я думаю немного Вот Но тем не менее Как бы Они мне кажется Лучше чем были до этого У ребят Есть правило Культ амбуш Они могут возвращаться Но Важное ограничение Во-первых Помните Они если будут с чарактером И юниту били Они вернутся Уже точно без чарактера И вот этого Минус 100 лунда У них не будет И важно второе У них нету батллайна Естественно И следственно У них Главная их проблема То что это не 4 плюс возвращение То есть Мы как бы Можем сказать Что да Если у вас два таких отряда И оба убьют Один из них вернется Другой нет Это статистика Но на практике Я бы на такое закладываться Никогда не стал Потому что может быть Что у вас оба отряда Не вернутся И вы обосрались И грустно То есть нельзя это Отталкиваться от этого Прям полностью Как вот ваши стратегии Надо рассчитывать Тогда если у вас нет 100% шанса Надо рассчитывать Что просто Если повезет Да круто Можно это как использовать Не повезет Ну и как бы Хрен бы с ним Их папка Абоминант Что у абоминанта У нас на самом деле есть То же самое Профиль у него максимально похож На этих ребят Только у него вундов 5 Он лидер И может он лидировать Только их юнит Больше никуда Он не может сунуться Тоже у него 4 фэнп Есть дипстрайк Из важных штук Что когда он лидер Юнит получает Состейн хитс 1 Ну в принципе Неплохо Опять же Нашим аберрантам У которых малое количество атак Состейн хиты Конечно будут супер полезными Почему бы нет И плюс 2 его обилка Один раз в игру Когда его уничтожают На 2 плюс Он у нас встает Ближайшее к месту К тому где он находился Но единственное Он должен При этом в ингейдженте Жек противнику Не становиться Единственное Здесь может быть Есть объяснение Какое-то в рульбуке Можете написать в комментариях Что по этому поводу думаете Но получается по всей логике Если его конечно В обычной ситуации Он не может умереть раньше Чем все ваши остальные Аберранты Но например Присутствие каких-нибудь Атак с пресиженами Он может умереть Раньше них И по логике Получается что Умирая раньше своего юнита Он уже окажется За пределами этого юнита То есть воскрешается Он уже как не часть Этого юнита Насколько я понимаю А может и нет В общем поясните Потому что вроде бы По логике Если умер Чарактер То он все умер И типа возрождение Уже значит что он Ну мы убрали его модель Не знаю короче Если так То это работает Достаточно туповато Потому что у нас получается Убивает Чарактер Он как бы встает Но в него уже может Пострелять вся армия Вашей Ну такое себе Ну и самое главное Чем вооружен наш мужичок Всего лишь Три атаки 12 силы Минус 2 Д6 плюс 1 То есть Проблема в этом в том Что эта штука Ну и состояние хиты У него тоже будет Когда он естественно В составе юнита находится Технику поломать Ну в принципе да В теории Вы можете даже Все три атаки хитануть Еще и состояние хитов Там может что-то прилететь Пробить предположим Вы какую-то среднестическую технику Сможете на 3 плюс Предположим Вы опять же Ничего не провалили И пробили на 3 плюс Техника какая-нибудь Марская Может откидывать Четвертый сейв И тогда вы есть там Два сейва Она провалила Вы тогда 2D6 Ну плюс 2 Ну типа Ринку сломать Можно Все остальное Ну уже как бы Это налакично Прям на такое надеяться Что мне как стратегия Не очень импонирует На самом деле И то есть Чувак какой-то странноватый Он не то чтобы Опять же супер дорогой Но он какой-то тупой Немножко по мне Как минимум Слишком мало атак у него Это делает его Ну немножко проблематичное Применение Дальше Ахиллес Ридж Раннерс Машиночки наши маленькие 12 мув 7 Это фна 3D сейв 8 лунтов Ледак 7 Апсек 3 Что есть Собственно у нас здесь Интересно у машин Во-первых У них скал 9 Что в принципе хорошо Это полезное правило Позволяет вам опять же Определиться В случае Как бы Понимания чей ход Там туда или сюда Подъехать Полезная штука Дедлимайз Кстати Она не взрывается Ну чуть-чуть Но тем не менее И у них Очень классное правило На самом деле есть Почему? Потому что Crossfire у них гласит так Что если мы постреляли В какой-то юнит Ну мы можем пострелять В несколько юнитов Выбираем один юнит противника И этот юнит противника Получает по себе От остальных наших Атак от геноккультистов Минус 1 АП Естественно Это круто работает Ну типа дать опять же АП Это прям полезно Ну единственное Там уточняется Что например Нельзя двумя машинками Заэффектить один юнит Чтобы минус 2 там дать Да Вот Только минус 1 Это работает Но и так Это в принципе Очень неплохой бонус Потому что ну опять же Армия у которой В средней АП Не то чтобы шибко большой Это полезно На каких-то фэнфлеймерах Прикиньте себе Там первый АП дать В принципе уже неплохо Причем по вооружению На самом деле У машинки есть Неплохое главное орудие Это Heavy Майнинг лазер Это Д3 атак 4 плюс Ну 4 плюс попадает Ладно 12 сила Минус 3 Д6 Минус 1 То есть это типа такая Ну в среднем 2 выстрела ласки Это как бы Обосраться на самом деле Хороший профиль Либо Месла Это 3 атаки 4 плюс 9 минус 2 3 Что тоже очень хорошо Против какой-нибудь Телитки Там например срабатывает Да и против много техники Хоть более-менее Как-то будет работать Ну и heavy мортиру Это такая просто Пулеметненькая стрельба Я бы ее честно говоря Пока что брать не стал Потому что цена у нас За все одинаковая А вот именно мелких атак У нас в кодексе и так хватает Разве что эта штука У нас индиректовая Соответственно можно куда-то Пострелять В какой-то юный противник Который вы даже не видели А дать по нему Минус 1 АП Вот это именно В суппортном плане Но может быть Как бы чуть получше Работает Плюс у нас есть Как бы 3 варгиры По базе у нас идут Флейеры Это собственно Дает кейворд смок Тут вам надо думать Что вам лучше Что вам больше нравится Потому что другая обилка Споттер дает нам Плюс 3 баллистик скил Точнее баллистик скил Плюс 3 Что 3 плюс Блин Не то говорю Что тоже неплохо Как бы Почему бы нет Почему лучше не стрелять Потому что у нас есть Например те же ласки Которые очень неприятно Могут стрелять по противнику А третья штука У нас что дает Позволяет нам выбрать Один юнит противника Который мы постреляли И наши геноакустические юниты После этого будут иметь Игнор ковра По этому юниту Что тоже полезный бонус Ну как по мне На самом деле Возможно если заботиться Выживаемость машины Конечно смог Ну вот кейворд составлять Ну либо просто давать Баллистик скилл 3 Это самое простое Просто не будете забывать Никогда Вполне себе полезная штука Да у нас там нет Хэви на пушках никаких И поэтому как бы Это срабатывать особо не будет Но например На том же хэви майнинг лазер Еще что полезно Есть бласт Соответственно это хорошо Работать будет Против каких нибудь Элитных больших отрядов Вот так что в принципе Машинка такая Не самая Конечно прям супер крутая Но и далеко не мусорка Можно вполне себе использовать Важно что кстати Да я не сказал У машинки Культ амбуша нет Соответственно машинки У нас не возвращаются Помните Что делает Вот это Делает наши машины Сильно хуже Чем пехотные юниты Они просто не могут Физически вернуться никак Это как бы минус Понятное дело То есть надо О их безопасности Надо заботиться чуть побольше Акалит гибриды Вот это как бы Ого-го Юнит наши мальчишечки Батлайн Сразу же скажу Да То есть они автоматом У нас уходят В резерв У нас после смерти Статлайн В шестой мув Четвертый Это на пятый сейф Одна вунда Седьмой ледак Второй обсек То есть ребята Могут и поскорить В принципе нормально Есть дипстрайк Есть естественно Культ амбуш Всегда имеют Рерол колов Ту хит Если атакуют Противника на точке То получают Рерол колов Ту вунд Тоже что опять же Полезно По вооружению Стрелковому У них есть автопистолеты И у них можно Там взять Демолишн чардж В принципе ладно Пусть будет Самое главное Что у них есть Хэнфлеймеры Хэнфлеймеры лучше Стоит брать всегда Они просто меняются Ну как бы Пистолеты на них меняются И хэнфлеймер Это огнемет Просто третьей силой На 12 дюйма Стреляющий очень круто С десятки пацанов Вы можете буквально делать 10 выстрелов Ну типа 10 до 6 выстрелов Огнеметами Это как бы круто По вооружению У них есть их базовое вооружение И оно уже очень неплохое На самом деле Потому что это да Это атаки всего лишь 3 плюс 4 минус 1-1 Но уже на смене Всего лишь неплохие Это лучше там какой-нибудь гвардии Да там типа катачан Вспомнил какой-то убогий Вот Так тут еще и 3 атаки С каждого по 3 атаки То есть по базе У нас юнита уже будет Их дохренича У нас то есть уже 30 Плюс у культ лидера У нас собственно есть оружие У него 5 минус 2-1 Что уже очень хороший профиль И 5 атак Как бы круто Это у нас у сержантика Плюс на каждую пятерку Мы как раз можем брать Типа спешл И спешлов у нас здесь что Это или Демолишн чарж Что я бы не советовал брать Потому что Гораздо лучше другой Вариант Это хэви майнинг тул Это хатахашное оружие 2 атаки На 3 плюс Так же Но зато это 10 Сила 2 АП И 3 дамаг То есть очень мощное оружие То есть у вас там типа 4 атаки таких И просто еще ведерочка Всего остального Уже неплохо выглядят Из себя ребята Стоят они Ну типа своих очков Как по мне стоят Потому что у них еще икона берется Естественно просто так Забесплатно В reinforcement step Восстанавливать Д3 моделей Этим нашим пацанам Если При этом Стоим на обжективе То 3 модели восстанавливаем То есть да Очень на самом деле Неприятные ребята Ну единственный минус Их они не прям массовые Потому что Они у нас набираются Десяточкой Вот Они у нас максимум десятка И поэтому как бы Ну нельзя там двадцатку Такое рассказать Двадцатка Я же был бы ужас полный Но уже ребята Достаточно неприятные Потому что они Ну относительно живучие Потому что все таки У них например Четвертая Тафна есть И можно еще Выживаемость разгонять Мы еще поговорим Могут восстанавливать Модели в Юнити Батллайн соответственно Всегда возвращаются При этом Ребята очень больно В КТХ могут надавать И в стрельбу Тоже у них есть Эти пистолетики Которые тоже достаточно Ну неприятные Куча этих флеймеров Прилетает противника И делают Это прям Неплохо Но кстати Помните важную штуку У обычных наших ребят Которые берут себе Эти хэви майнинг тулы У них не будет пистолетиков Ну как бы Ладно Минус два флеймера Оно возможно И так сойдет Но вот это Ребята прям Ребята прям отличные Их можно использовать Прям очень хороши Опять же Еще важно что помнить В игре у нас Ограничение на юниты Есть три штуки Но Батллайн у нас Ограничение в шесть штук Соответственно Мы можем если захотим Сильно взять Таких шесть отрядов Потому что у нас Ребята стоят Достаточно мало Они у нас стоят По 75 очков За модель Ой за модель Они стоят 75 очков За пятерку То есть соответственно У нас Десятка стоит 150 очков В принципе Уже достаточно Мерзотные ребята Ну как бы Свои очки Как по мне Они достаточно стоят Ну в принципе За счет еще Того же возрождения Также Дальше у нас Следующий юнит Это Акалит Айконбард Мужичок Наш знаменосец Важно что он может Джойниться У нас лидер И джойниться Он может к Акалит Хибридам Метаморфам И Неофитам То есть Ну к двум нашим Отрядам трусы И одному еще Элитнику По вооружению Особо не важно И только у них У него 3 атаки 4 атаки По билкам У него на самом деле Очень классные 2 билки Первая Просто в юнит Раздает 5 фнп Да Эта штука На самом деле Кажется что круто Не всегда это работает Понятное дело Если у противника Например Много оружия С вторым дамагом Для наших маленьких ребяток Это ничего не сделает Ну потому что Две вунды Они как бы теряют за раз Кинуть 2 фнп Пятых практически нереально Ну например Тау там С мислами у вас будут Это да Но с другой стороны Если у нас очень много Атак С первым дамагом Это Ну а это профильные Атаки против этих юнитов Резко становится Очень неприятно Их убивать Потому что Ну вот На третьем Выживаемость повышаем Поэтому уже классное правило Но даже если оно у нас Работает плохо У нас есть еще дополнительное правило Которое позволяет нам Как бы немножко бороться С своим дебилизмом За каждое это знамя Раз за игру Мы можем В случае того Когда противник подошел К нашему вот этому маркеру И маркер должен исчезнуть Мы просто убираем маркер И ставим его в 9 От юнитов противника И в 12 Он должен от одного Нашего юнита оказаться Очень полезная штука Естественно Очень полезная штука Потому что позволяет нам Сохранять эти маркеры Если вы как бы Чувствуете что у вас плохо Получается с их контролем У вас 3 ошибки за игру Считайте будете С тремя этими знаменотцами Стоит ли брать 3 знаменотца Как по мне Да Штука очень полезная На самом деле И тут мы переходим К очень интересному юниту Сразу скажу Это один из лучших юнитов Сейчас в кодексе Но мне кажется Это багло полное Которым ГВ само не подумало Мы переходим К талантским шакалам Шакалихи наши прекрасные Что себе представляет Это у нас Отряд наших мотоциклистов Базовый мотоциклист Наш имеет 12-й мув 4-й тапну 5-й сейф 2 вунды 7-й ледак 1 обсек Плюс у нас в юните Еще могут оказываться Квадрики У квадриков просто По 4 вунды То есть они у нас Жирненькие такие Причем отряд у нас Набирается В максимуме в десятку То есть у нас В максимуме в юните 10 Точнее 8 Обычных байкеров И 2 квадроциклика Из интересных штук Что у них например Есть Скаут 9 Ну то есть они Опять же перед игрой Могут подвигаться Полезная штука Да выживаемость На самом деле у ребят Не шибко большая И разогнать ее Практически невозможно Никак То есть тут самое главное Недостаток юнита Сразу скажу 5-й сейф 4-й тапна Естественно не очень живучие ребята И их надо очень хорошо прикрывать И очень стараться их защищать Потому что ну типа Убить их Небольшой проблемой у противника У большинства По крайней мере не составит Если там есть стрельба Со вторым дамагом Он вообще просто Улетает нафиг Но при этом Давайте сейчас Пока мы опускаем Самую лакомку Вот этого всего у нас дела Чем у нас ребята вооружены Ну на самом деле Не особо страшным На самом деле вооружением Каким-то Класс комбат вэпен Это две атаки Четвертым ВС Третьей силы Без АП С первым дамагом Такое себе Смол армс Тоже такая фигня Это просто два выстрела Болт пистолет Типа на 4 плюс попасть Четвертая же сила Без АП С первым дамагом Вот Но из интересного Что у них есть Возможность поменять Во-первых Они могут себе взять Любой Шакал Можете поменять Клофт комбат вэпен На Пауэр вэпен их Не менять Пока опять же Нет стоимости В цене Нет смысла Потому что Просто вы меняете Те же две атаки Так же на 4 плюс Но у вас становится Четвертая сила И вторая АП Типа в принципе плюс Пусть на халяву То оно как бы будет И за каждых Четырех Один у нас Может взять Горнет лаунчер Горнет лаунчер Тоже хорошая штука Это у нас Соответственно два профиля выстрела Или один выстрел 9-2 Д3 Либо Д3 выстрел В 4-0-1 Ну скорее всего Будет тяжелым Пробовать пользоваться профилем Но тем не менее Он хорош А наши вот эти вот Маленькие ребятушки На квадриках Вооружены Майнинг Хэви Стабером По базе Ну хэви Стабер Вы скорее всего Будете менять Потому что У нас есть Или огнемет Что просто забавно Скорее Потому что это огнемет Пятой силы С первым По сути хэви флеймер Но он 12 Опять же Там какой-нибудь Перехват на них хорошо будет работать Да Ну можно брать просто Майнинг лазер Это просто один выстрел Лаской Типа 12 сила Минус 3 Д6 Плюс 1 Но он 24 дюйма Без всяких Там у него нет Ни хэви Ничего в профиле Не прописано Но пушка Вполне себе неплохая Также у юнита У нас есть Культ амбуш Естественно То есть могут вернуться Но опять же У них нету Батллайна Поэтому не бесконечно Они могут возвращаться У них также есть Ограничения Считайте Потому что Когда вы их Из культ амбуш Начинаете выводить Они выходят только С края стола То есть они должны Выходить В 6 от Батлфилд Эджа Обязательно Но при этом Должны касаться Одна хотя бы Модель должна у нас Касаться с точки Да то есть юнит У нас полностью Должен в 6 от края Выходить Но юнит должен Находиться от Блипа В хотя бы Одной модель Рядом стоять Что больше Ограничений естественно Что не очень приятно Но Это как бы еще ничего То есть Ну пока что Просто такой интересный юнит Большая подвижность Много там каких-то Атак неприятных Там где-то покусать Что-то могут Если бы не одно Сраное но А это конкретное Сраное но Значит что у них Есть правило Демолишн Ран Позволяет нам Когда мы совершаем Нормал мув Важно что ладно Нормал мув Ничто другое Мы выбираем Один юнит противника В 6 Видимый Который мы закончили Собственно Когда мы закончили мув Кидаем Д6 за каждую модель В юните Нашем То есть в данном случае Если полный юнит 10 бросков Сразу скажу Напоминаю что у нас есть Шакалья мамка Соответственно там у нас что будет Правильно 11 бросков На 4 плюс Юнит ловит Морталку Уже должны понять Что По статистике Даже мы не будем Читать шакалью мамку Один такой юнит У нас выдает 5 морталок Просто с этого Просто мы подъехали К противнику На 5 морталок В рожу У нас таких юнита Может быть 3 Да Поэтому 3 таких юнита Могут просто За одну мумент фазу Внести в юнит Противника 15 морталок Уже неприятно Да Ну звучит как Какая-то жопа Плюс Напоминаю что У нас например Есть улучшение Которое мы можем Повесить по идее На шакалью мамку Если я ничего не путаю Которое будет Значит что Если противник Подвигался рядом с нами Например Попытался нас подчаржить То мы можем Совершить Нормал мув Здесь так и прописано Когда мы завершаем Нормал мув Это оба нормал мува Мы совершаем нормал мув Нам все равно Что мы кинули на том Д6 Даже один мы кинули Мы просто так Противнику в лицо Кидаем еще 5 морталок Просто Тот подошел просто рядом Мы кибам 5 морталок Да один раз конечно Заход противника Это будет Но это все равно Неприятно Запомнили это Уже типа выглядит неприятно Но скажу так И у этого есть Очень еще Нагромождение Которое делает Вот этот юнит Одним из самых поломанных Пока что во фракции И Ну мне кажется Это первый повод То что ГВ как-то Это будет фиксить Скорее всего Это будет фиксить По крайней мере Они могут это фиксить Или ограничением Количества морталок Или скорее всего Думаю будет Что у нас сейчас написано И читаем Наверное Потом будет Раз за раунд Например Что это может быть Только происходить Или раз за раунд Например они пропишут Но пока это работает так Но давайте мы Так как идем По очередно По юнитам Которые здесь в кодексе Мы не будем Перескакивать С места на место И мы потом дойдем С ключевой момент У нас здесь Шакалья мамка Она создаст как бы Вишенку на этом торте Из говна От которой вы будете говорить Как это кто тестировал Вот мне интересно Следующий у нас юнит Биофагус Мужичок наш Химичек Маленький мальчишка Неинтересно У него статлайн Естественно Там 3 вунды И третья тафна Фигня абсолютно В КТХ там дерется Еле-еле-еле Вот Но что у него есть Он у нас лидер Он у нас с дипстрайком Он раздает у нас Две обилки Первое Он в юнит раздает Летл хиты Ну в принципе полезно Автовунда В принципе много куда это полезно Единственное минус На естественно Билишное оружие Что как бы естественно Есть такой недостаток у него Второе У него обилка Это один раз за игру Можно улучшить ему Профиль его милишки Который у него по базе Одна атака всего Но антиинфантри 2 плюс И он бьет на ВСМ третьем Вторая сила Ноль АП Д третий дамаг Мы просто берем ему Атаки и дамаги Побышаем на 3 Что становится конечно неприятно Потому что у него становятся 4 атаки С Д3 плюс 3 дамага Но все еще правда АП Ни хрена нету Поэтому как бы Вот это печально Разогнать его может чуть-чуть Но это не сильно Поможет ему В юнит он у нас раздает Что можно Один раз за битву Раздать в юнит Антиинфантри 2 плюс Вот так вот В принципе на мили Это очень сильная штука Так-то Практически никак не Закомбить это с тем Чтобы Еще и с какими-то Девастейтинг-бундами Понятное дело Чтобы морталок насыпать Точнее не практически А никак это не закомбить Но тем не менее Ну может пригодиться Вполне себе Это неплохая такая штука Которая просто Ну раз за игру Херак И включайте на ком Себе этот Антиинфантри Естественно Просятся намного ком Но важно Кому можно-то заджойнить его Кабирантом Коколитом Гибридом Неофитом И метаморфом И Ну короче вы поняли 4 юнита у нас есть А что здесь Из-за интересного есть Ну во-первых Это у нас Один из немногих чар Которых кто может Джойниться А это вообще на самом деле Кроме нашей макаки большой Это единственный у нас Кто может заджойниться К абирантам То есть возможно Его брать туда Потому что он просто дешевый И он будет там раздавать Собственно этот минус 100 вунд Что как бы полезно Ну и в принципе Можно джойнить его Кому угодно Но с тем же знаменем Он конечно ему тяжело Посоревноваться Но в принципе Неплохой парень так-то Вот Плюс еще к тому же Он что делает Он Если джойниться К батллайн Важно помнить К батллайн юниту Не любому Это многие путают Почему-то Ну ладно Потому что не привыкли еще Он может джойниться К батллайн юниту Если в юните уже находится Примус Магас Или Акалит Айконвард Это важно Потому что мы соответственно Можем двух юнитов На самом деле джойниться В наши батллайн юниты Двух точнее Чарактеров Это Не его универсальное Не его точнее Точное правило Оно будет что у многих Мы сейчас будем Собственно приходить к нему И я буду говорить Что такое же точно правило Чтобы не повторяться просто Но да Он позволяет сунуться Дополнительно в юнит В принципе и полезно Естественно Акалит Айконвард У нас пока что Введет лидирующую позицию Среди этих крутых Типа хакушников Но мы посмотрим Может быть другие Выдержат конкуренцию С ним Нет Не выдержат Дальше Кломавус Тоже самый профиль У нас у мужичка Имеет Дипстрайк Лидер Джойниться Он уже Опять на стройке Классических юнитов Это Акалит гибриды Это гибриды Мепатоморфы И Неофит гибриды Наши Наши стандартные Ребятки Чего у него В 12 от него Противника Проходит Баттлшокс Минус 1 На тест Ну или плюс 1 точнее На тест И при этом При провале Кидают Получает Ну Марталкун Такая просто Неприятненькая штука И в 12 дюймах От него нельзя выходить Реинфорсментом Тоже на самом деле Против некоторых Может хорошо срабатывать Но проблема Вот именно Узконаправленности Потому что не всех Такие есть там Большие проблемы С ледаком Не все будут Приходить резервами В 12 И поэтому Против некоторых Фракций Он очень может быть Некоторых вообще не работает Буквально никак Поэтому тут как бы 50-50 Брать его или нет Ну типа По остаточному принципу Скорее Дальше Голиаф Рокграйндер Наша машиночка 12 мув 10 это фна На самом деле Маленькая Достаточно В кодексе Больше то фны Вы не увидите 3 сейв Тоже опять же Не самый то большой И в кодексе Вы больше не увидите 10 ледаков 7 ледак 3 опсек Имеет Deadly Demise 3 плюс Firing deck 6 То есть 6 моделек У нас могут из него Пострелять Что уже в принципе Неплохо И Естественно У него нету Возможности возвращаться Культ амбуш У машинки нету Из Интересного Что у него Вообще есть Во-первых У него есть обилка В чарж фазу Выбираем один юнит Противника С которым мы Стоим От гиджетом Кидаем Д6 Кидаем 6 до 6 На 4 плюс Морталочку Ну в принципе Неплохо Там 3 морталки В статистику Но это как бы Надо в хтх Находиться обязательно Это надо именно Чарж закончить нам То есть не нас Почаржили Не стоим мы в хтх А именно Мы должны Почаржить Что конечно Недостаток Из вооружения Милишка У него на самом деле Хорошая 6 атак Третий вс 10 Минус 2 2 Это нормально Так может Кого-то там Намолотить Опять же Очень хороший способ Справляться С антитанком Каким-то Ну точнее получить На этом хоть Какой-то нам Антитанк И по вооружению У нас есть Heavy mining Лазер Это на 36 дюймов Д3 выстрелов Но с бластом Помните это всегда 12 минус 3 Д6 плюс 1 Ну то есть ласка Такая бабаха Это неприятная Которая у нас Меняется на 2 выбора Это инсенератор Или сейсмик кэнон Инсенератор Это просто смешной огнемет Потому что игнор ковра Торрент Понятно дело На 12 дюймов Но 2 до 6 Конечно опять же Для перехвата Очень круто Вот И 6 минус 1 Но у нас опять же У нас много Вот этих вот Типа пулеметной стрельбы Нам и хатаха Нам скорее нужно Что-то такое Противотанковое Ну и не стоит забывать Что у нас есть Такое одно Маленькое хитрое оружие Это demolition чержи Assault Бласт Хазардос Важно Хазардос не забывайте На 6 дюймов Д6 плюс 3 выстрела 5 баллистиком Это конечно обидно 12 минус 2 2 То есть ну В упор там Можно в кого-то будет покидать Вроде бы не самая плохая машинка Но она дает нам вроде бы Устранить нашу самую главную проблему Но с другой стороны Ну я бы не сказал Что прямо она какая-то Восхитительная классная Да в нее там можно посадить Она у нас транспорт Капасти имеет 6 То есть на самом деле Мы не так уж много Что можем посадить Хотелось бы сюда посадить Конечно наших обычных Дурачков Десятку Но наши дурачки Десяткой сюда не влезут Потому что влезают Все 6 моделей И файринг дек 6 Ну создает такое ощущение Типа ну оно есть Окей И что нам с этим делать Ничего мы с этим сделать Не можем естественно Вот поэтому Ну такая просто Своеобразная машинка Дальше у нас Его маленький собрат Это Голиафтрак Тоже 12 мув Но уже 9 Это фна 3 сейв 10 вундов 7 ледак 2 обсек Из интересного Просто здесь то Что у нас здесь Файринг дек 12 То есть мы можем сюда Садить кучу народу И они будут постоянно Отовсюду шмалять В принципе Неплохо И вторая у него обилка Что В шутинг фазу Если наш этот юнит Пострелял Кого-нибудь То его начинка Которая в этот ход Высадилась Получает релл ту вунд В принципе Неплохо С одним Но Наши чуваки Хотели бы сидеть В этой машинке И стрелять из нее А не вылазить из нее Но чтобы получить бонус Придется вылезти А бонус как бы хочется Получить опять же Потому что наши чуваки Не то чтобы имеют Обладают Какой-то супер большой силой И такой Такое себе Но по стрельбе Там не особо У нас что-то здесь Интересное есть И дерется Естественно машинка Наша не то чтобы Очень классно Но при этом Она и стоит Не то чтобы Очень сильно много Она стоит Типа 110 Но по меркам Многих транспортов Она много стоит Это вот Наверное Недоставка Ну в смысле Кодексов других И опять же У машинки Нету культамбуша Машинку нельзя резнуть А наших обычных Дурочков Можно резать Сколько угодно До бесконечности Вот Поэтому возникает вопрос Типа нужен нам ли Транспорт Как доставка Или как способ Сейва наших моделей Если наши модели И так могут Бесконечно возрождаться Которые ну По крайней мере Целевые модели Которые там могут кататься Если что Патриарх там кататься Не умеет Дальше Гибрид метаморфы Наши самые улучшенные Вот эти вот Базовые ребятки Ну на самом деле Непонятно почему Называй базовым Потому что они Свообразно У нас тут Как бы есть Акалиты А есть кстати Гибрид метаморфы По сути является Полностью улучшенных версий Статлайн у них Абсолютно такой же Но при этом У них есть Скаут 6 Что как бы круто Тоже есть Дипстрайк Культамбуш у них есть По вооружению Стрелкома Тоже автопистоли Или хамфлеймеры Могут поменять Но вот ХТХ на оружие У них конечно Мое почтение Потому что У них Лидер вооружен Милишкой Это 5 атак 3 плюс 5 минус 1 2 Уже круто И остальные дурачки У нас вооружены Оружием У которого Аж 2 профиля То есть Это или 3 атаки Точно такие же 5 минус 1 2 На 3 плюс Либо могут Сделать свип атаки Тогда это 5 атак Но уже 4 минус 1 1 Уже Выглядит Очень неприятно Эти прям ребята Прям Такие Отвратные уроды Потому что Ну придя в ХТХ Они могут очень больно навалить То есть Типа больше 30 атак Полным юнитом Они добираются Как раз у нас до десятки Больше 30 атак Полным юнитом Это прям очень больно С таким профилем То есть там Мары всякие падают От этого Прям на ура Это прям очень круто Плюс к этому У них такая Своеобразная Своеобразная Они вульфины Или берсерки у нас Потому что Если они Не отбились в ХТХ И сдохли В ХТХ же Они могут на 3 плюс Бросок отбиться А потом уже Убираете его модель Что Опять же Неприятно Ребята в этом плане Очень могут прям больно Насувать При этом Еще и у них Тоже есть икона Опять же Они восстанавливают Себе 3 или Д3 или 3 модели В зависимости На точке Они или нет Что как бы Опять же Неприятненько Ребята очень В этом плане Мерзотные Но на самом деле У них есть главный Недостаток При том что у них Хороший вот этот урон И все такое Но они не возрождаются Ну то есть как бы Не возрождаются Они возражаются на 4 плюс 50% шанс Что они выживут После смерти И тут начинаются Уже такие пляски Потому что их терять Естественно больно Хотя бы не нанеся Первый удар Ими терять их Будет прям обида Ну потому что Ты просто просрал юнит Который сейчас бы Хорошо бы у тебя смотрелся И в этом плане Надо думать Что с ними собственно делать Потому что Вам нужно их Очень аккуратно Доставлять до противника Понимаете дело Они могут прийти из дипа Но надо думать Что потом с ними делать Как их вот типа доставить Радеяться на 9 чарж Ну как бы камон Если вы всегда килят 9 чаржи Ну вы также помните Что тогда Под вашим командованием 18 греченов Могут застрелить Морториона 18 ли вундов Все еще Морториона Не помню Ну то есть типа В теории Да это можно Прокидать каждый раз Эти чаржи Но на практике Вы будете их валить Иногда провальный Для них чарж Считать что они умертвы Потому что их потом Просто застрелят Вот Ну Отчаянный враг Придет к ним в ХТХ Но скорее всего застрелят Вот Поэтому юнит Требующий Чтобы вы как бы Мозг свой включали Их потери Прям очень будет Больно бить Ну и стоят они Не то чтобы Сильно дешево Но не то чтобы Сильно дорого Они стоят у нас 80 очков за пятерку То есть 180 за обычный 160 за полный отряд Что правда Как бы Всего лишь на 5 очков Дороже за пятерку Чем у Акалитов Наших гибридов Но Акалиты гибриды Хоть слабее бьют Но зато считайте бессмертные Вот типа думайте Чего вам лучше здесь И тут мы переходим К юниту Какому Которому я уже говорил Это Шакале мамка Шакал Альфус Снайперша наша Профиль у нее такой же В принципе Как у ее Маленьких ребят Шакалят То есть у нее Четвертый Тафна Пятый сейф Но у нее 4 вунды И 12 муф Очевидно же У нее Очень неплохая снайперка Снайперка реально Классная Это 36 рейндж На 3 плюс попадает 5 минус 2 3 Некоторых чарактеров Ну как мы знаем У нас много сейчас чарактеров С третьей Тафной в игре Просто шотает она Если естественно Попадет Пробьет У нее есть Хэви и пресижен Ну пресижен собственно Снайперка Вы никогда не воспользуете Она стоять никогда У вас на месте не будет Это прямо Ну супер невероятная ситуация Дерется она там еле-еле Она лидер Скаут 9 Лидер догадайтесь Кого? Правильно Этих маленьких У наших блюдков На мотоциклах Из правил У нее очень полезное правило Потому что Если она хитанула Какой-то юнит Наш генсиллер культ Получает релка лоф Нутый хит По этому юниту Естественно Тоже круто Полезная очень штука Бафает вообще Вашу всю армию Целиком Естественно Классно работает Ну от рейндж атак Если что Релкалов есть Но Что делает ее Вообще неадекватной Абсолютно моделью Напоминаю Что десяточка наших байкеров Стоит 60 очков Например так же Как у нас Вот эти вот наши Трупса наши Ну или например Эти метаморфы И вот эта вот альфа Стоит 60 очков То есть Джонни туда Получается 220 очков У нас юнит Да стоит И у нее есть Просто одна Маленькая Маленькая обилка Гласящая о том Что мастер аутрайдер Когда вы совершили Шутинг атаку А после того как Модель выстрелила И она не в Энгейнджерном тренже Хотел бы знать А у нее есть автопис Или ладно Может выстрелить Энгейнджерном тренже Окей То ее юнит Может совершить Нормал Мув На 6 дюймов Как будто Это ваша Мумин фаза Конечно же Есть большой дебаф Вы не можете Подчаржиться После этого Зачем вопрос вам Чаржиться Если вы Сделали еще раз Бросок своих Десяти до шестых Кубов А вообще получается Одиннадцати Потому что у вас Она становится Одиннадцатой моделью В отряде На марталке Теперь представляем У нее нету Кейворда Эпик Хиру Или каких-то еще Ограничений Брать ее можно Три штуки Так же как и Наших байкеров Возвращаемся К этой всей Прекрасной математике Десять байкеров Плюс шакаль и мамка У нас таких отряда Три В мумин фазу Мы подъезжаем И Даже опять же Не считая шакаль и мамку Статистику Выдаем Пятнадцать Сраных марталок Начинается Наша шутинг фаза Мы стреляем Причем у нас еще и Снайперка У нее Которая хорошо может Убить какого-нибудь Чарактера Раздать баф Вашей армии Но после этого Мы делаем мув На что правильно Мув на Целые шесть дюймов О боже мой Мы не можем После этого чаржить Но мы раздаем Еще Еще пятнадцать Марталок Итого Просто за свой ход Тридцать марталок В лицо кому-то Вот как Можно с этим Что-то делать Ну то есть Обойти это Или законтрить Очень тяжело Вам надо Очень хорошо Фокусить Эти юниты Даже Разовый Такой выскок Этих юнитов Вот предположим Да Юнит стоит 220 очков Да Противник сможет Вот вы это Один раз реализуете Но вы уже С одного юнита С одного юнита Десять марталок Просто вход Внесли в рожу Противнику Вы можете Очень ключевые юниты Просто вырубить Ему этим Три ваших Этих юнита Могут просто Напрочь Разберить Какой-то юнит Противник И он ничего с этим не сделает Практически Ну некоторые имеют Какие-то механики Против марталок Некоторые там ФНП имеют Ну а некоторые не имеют И то есть вам не важно Какой там сейф у противника Какая-то фна Вы просто такой В лицо куча марталок И на самом деле Если грамотно их использовать То вы можете Еще и подсейвивать их постоянно Что будет создавать Еще серьезные проблемы А самое ужасное Что представьте Если вот это говно Вам убили А вы такие Просто кидаете 4 плюс Это сранее возвращается в игру Ну конечно да Без шакалей мамки уже Но Они и так будут наваливать Самая неадекватная комба Вот это точно первый пункт На то что это будет нерфиться Как то Как хрен его знать Ну хотя бы цену может быть повышать Но пока что Это очень неприятная штука На которую очень тяжело отвечать Многим фракциям Которые могут вам Просто что-то убивать Самая большая проблема Ну как по мне Это какие-нибудь там Супер хэви наверное будут Да или большие пятна Вообще чего угодно Ну просто ну универсально Это марталками долбит и все Как бы никогда такого не было И вот опять 30 марталок в ход И это прекрасно И еще и да Не забывайте что противник Потом еще помывался И что противник на это получает Правильно Противник получает на это Еще 5 марталок себе в лицо То есть и того За батл раунд Мы в теории по максимуму Выдаем 35 марталок в статистику Вообще обосраться Вот это весело да На секунду просто знаете Такой страшный момент Представьте Если даже 30 Просто 30 марталок в ход 150 марталок за батл раунд Вы можете насувать Ну это понятное дело Если противник будет вообще поставляться Постоянно не убьет ни одной модели И все такое Но тем не менее Это как бы возможно Да возможно Поэтому прямо ужас какой Ну пока можете пользоваться Может быть конечно Когда уже смонтировали этот обзор Уже это понерфили И больше это нельзя делать Но пока это просто срань Это прям Ужасно И отвратительно Ненавижу Ладненько Дальше у нас переходим Киллер морф А ну а тут как бы у нас От поломанного чара Ктора до поломанного В другую сторону Потому что он дегенерат Вот не может ничего Шестой мув Третий тофна Целых 3 вунды Круто Не может жениться Никому Потому что он не лидер Но он лоун оператив Соответственно пока в 12 дюймах И нет противников Они не смогут нам ничего сделать Да Круто Круто Да Есть дипстрайк Классно Можем выйти Я сейчас буду опускать Один момент До последнего Также он у нас может Рядом с нашими Батлайн юнитами Выходить в 3 дюймах От юнитов противника Что Ну типа интересно Обилка Все классно И последняя его обилка А у него еще 5 инвуль 5 инвуль И последняя у него Обилка Гласит о том Что Сейчас вы почувствуете Вайбы предыдущего обзора Что Если ваш Батлайн юнит Стреляют Который И он в 3 дюймах От вашего киллерморфа Киллерморф может Пострелять в ответ Как будто Это ваша шутинг фаза У него нет противника Есть здесь один нюанс Догадывается Думаю какой Да Вам напоминает Наверное чарок Торкового-то Правильно Да Это слаймарба Дебильный наш дегенерат То же самое Потому что Мы вооружены Чем Либераторскими Автостабами Которые Не имеют Не самый плохой профиль 6 атак 2 ВС 2 БС 5 0 1 Ну конечно ладно 5 0 1 Смотрится так себе Но Они имеют Девастейтинг лунг То есть Периодически Морталки будут Влетать Пресижн Состейн хит Д3 То есть Ну типа Что-то может там Налететь Такое неприятное Насувать можно Чуть-чуть Особенно если Противник будет Там несколько раз Стрелять Мы отстрелимся Ага 12-й Мать его рейндж Ну то есть Типа Если не применять На него стратагемку На перехват Вундов То в принципе Каким образом Он должен выжить Я не понимаю Вот рили Я не понимаю Каким образом Он вообще У нас должен выживать Но типа Вы даете Способность Перехвата Тому юниту У которого Тот же самый рейндж Который Когда он начинает Выцеливать То есть Единственный способ Его перекрывать Стратагемой Но если вы Перекрываете его Стратагемой Он сжирает У вас Тукапеху И возможно Что-то лучшее Было бы потратить А тем более Понимаете Если мы перекрываем Стратагемой На Именно Не выцеливать Это одно А если мы на него Кидаем Чтобы Вунды Слетали В наш юнит То вообще Всякий смысл Теряется Потому что противник Будет стрелять В него И мы будем Убивать Тот юнит Который пытались Защитить Короче Паража какая-то Ну типа Кек Чебурек Просто поражать Можно Но юнит Конечно Больше кек Следующий Зато Чарактер Вот это уже Не кек Абсолютно Локус Шестой мув Четвертый Это фна Пятый сейф Три вунды Седьмой ледак Один аэс Вооружен Очень хорошей милишкой На самом деле Пять атак Два плюс Пять минус Два два Очень неплохо Так-то сражается Дип страйк Файт ферст Лидер Файт ферст Раздает В юнит Вообще Естественно Жопа полная Почему Потому что Сидя в юните Противник вас Почаржил На ваш же ход Вы ему бьете В лицо Да Неприятно Очень неприятно Прям очень неприятно Плюс Он еще бодигард Соответственно Чарактер в юните Получает четвертый фнп Ну любой кроме него Естественно И у него есть Юнит Которым он джойнится Это те же самые Акалиты Гибриды Гибриды Метаморфы И Неофит Гибриды Но самое главное Что также У него есть правило Что к батлайн юниту Когда он джойнится Он может зажойниться Вместе с Примасом Магасом Или Акалит Айконвардом То есть вы можете Сделать все три отряда С тремя В котором будет По три Айконварда И будет Три вот таких вот Локуса Очень неприятный Урод Вот Опять же против Стрелковой армии Конечно он не очень полезен Но против ХТХшной армии Это очень полезный Чувак Который опять же Стоит какие-то копейки Ну ладно У нас кодекс В целом такой недорогой Получается Поэтому странно Если бы он стоил много Он стоит 40 очков 40 очков За то чтобы Fight First дать в юнит Вот Но тем не менее Мужичонка прикольный Вполне себе можно его брать Дальше Магас Один у нас Вот из этих крутых лидеров Да Чо умеет Говна пирога Но умеет Сразу могу сказать Опять же Статлайн ее не интересен Четыре вунды у нее Разве что отличают ее От стандартного Нашего всего статлайна Первое Она у нас Дипстрайк лидер имеет Хорошо Спасибо на этом Это один из немногих Псайкеров Который не имеет Просто стрелковой атаки Псайкера Вот у нее просто нет Типа Вот именно Атака Чтобы прям Шутинг атака Чтобы выстрелить кого-то Вот такая У нас она Не до Псайкера какой-то В юнит она раздает Что? Пятый ФНП От Морталок Ну Неплохо Нет Ну то есть опять же Неплохо Но от Психик атак Неплохо Но от Психик атак Лучше наверное От всех-то получать Все-таки согласитесь Что уже Ну такое себе Далее Обилка Майндконтрол В 12 дюймах В старт оппонента Шутинг фазы Мы выбираем Один юнит 12 И можем кинуть кубик На ролл единичке Мы получаем По жопе То есть мы получаем Одну морталку у себя Неприятно До 3 морталок До 3 морталок На 2-5 Юнит получает Минус 1 тухит А на шестерочку Юнит вообще не может Пострелять Конечно шестерка Точно круто Это безусловно Причем она у нее Сразу скажу Не буду томить У нее есть еще Фамирер Который один раз за игру И дает возможность Радиус увеличить Соответственно 24 дюйма Звучит уже неплохо То есть вы можете Отключить так юнит У противника Сталибы Но Это сраная шестерка Ну типа Сколько раз у вас будет Вот нужную ситуацию Срабатывать шестерка Может каждый раз А может никогда Поэтому Вы можете чаще убивать Свою мага Кстати я не уверен Я уверен Что ей дали 4 вунды Чисто чтобы она Не скуклилась Сама же от своего же кола То есть Возможно Прикольная обилка Но она слишком рандомная Вот очень слишком рандомная Или просто 5 фнп в юнит Вот сравните как бы 5 фнп в юнит Либо 5 фнп Но как бы Только от психика так И обилка Которая возможно Не сработает у вас За игру ни разу Если сработает Конечно офигительно Это прям Срабатывает красно Потому что любой юнит Выключает Даже супер дорогой юнит Просто бам И он не может стрелять И все И ты обосрался Да ну типа Ваш противник обосрался Но Опять же ХТХшные армянитки Ну ооо Я не могу пострелять Как страшно Естественно нет Вот поэтому За счет своей нестабильности Она конечно такая себе Ну и джойницы Она естественно у нас Той же самой тройки юнитов Которые джойницы у нас все Наконец-то Третий юнит Который мы все обсуждали А его все еще не было Это у нас Неофит гибриды Наши обычные мальчишечки Считайте Культисты Гвардейцы И кто бы там Как вы их не называли Шестой мув Третий атофна Пятый сейф Одна лунда Седьмой ледак И второй обсек Набираются они у нас Аж до двадцатки Что уже классно И на самом деле Я не буду здесь Рассказывать по вооружению Но плюс в том Что у них есть Все таки хэви пушки Да Они спорные на самом деле Но тем не менее Они у нас есть Можно что-то брать Опять же за бесплатные очки Майнинг лазер Тоже там стоит брать Потому что это да Однотычка на 24 дюйма Но зато это Считайте ласка Очень больная Поэтому стоит брать Имеют культ амбуш Имеют батллайн Соответственно В теории Бессмертный юнит Абсолютно полностью Из полезных штук Они у нас Стоя в команд фазу На точке Кидаем Д шестой На четверочку Получили что? Кпху Круто вообще То есть ребята Прямо у нас в этом плане Уже молодцы Плюс со знаменем У них еще и классная ситуация То что со знаменем Восстанавливают они Три модели всегда Ну потому что Ребята все таки У нас более бомжовые А на точке Мы восстанавливаем До три плюс три Полезно? Естественно полезно И ребята Не то чтобы Шибко у нас Дорогие на самом деле Получаются Потому что Ну это большая Туша Ну большая куча тел А стоят они 80 очков За десятку То есть 20 очков У нас 160 очков стоит Это так же например Сколько гибрид метаморфов Десятка стоит То есть гибрид метаморфов Ровно два раза дороже Их стоит За счет того Что они еще и у нас Бессмертные Прям вообще ребятки Ребятки молодцы Ну сдохли и сдохли Если у вас по миссиям Никак не сказывается Ну ты такой Ну вернул их И ладно ничего И ты убил неюнь То есть в теории За счет них можно играть Просто закидывание мяса Единственное конечно Да Больше шести у нас Их быть не может физически Но даже шесть таких чуваков Это уже неплохо Но опять же У вас в Россерд не полезет Там куча Хотя можно попробовать Конечно Блин У генокульта Конечно Кекна Сыграть просто партию Где у вас будет Шесть Гибридов Неофитов И шесть пачек Еще Аколитов Чтобы у вас были Двенадцать юнитов Которые физически Нельзя уничтожить Ну если только ты Не заложишь Эти все точки Вот Отвратительная вообще Штука будет Прям вообще Мерзость Ну и это еще Не все очки Естественно будут Потому что по сто шестьдесят Одни стоят Сто шестьдесят Полный юнит Другой стоит сто пятьдесят И как бы Противнику И как бы у вас Еще остается Достаточно много очков Чтобы набрать Еще другие юниты Что для противника Будет вообще максимально Конечно мерзотно Это прям Но это не самый сильный Ройсер скорее всего Будет Но тем не менее Это так типа Как вариант Но тем не менее Ребята прикольные У них есть куча Там всяких опций Опять же Разбирать смысла не вижу Потому что просто Ну это обычные наши Рабочие лошадки Просто обычные ребятки Которые могут Типа пук с ринг сделать Потерпеть вунды Опять же там Может быть они будут С пятого фнп стоять Например И двадцать этих моделей Не так то Будешь легко убить Плюс еще восстанавливаться Будут Плюс если убили Вообще восстанавливаться Вот Да кстати в некоторых ситуациях Противнику возможно будет Лучше не добивать юнит Пусть ладно Восстанавливается по чуть-чуть Чем полностью юнит Типа новую ты получишь Вот Так что Короче Ребята Молодцы Следующий У нас это Нексус Мужичок с голостолом Который у нас Тоже выполняет роль Такого своеобразного Суппортного характера Джойниц он может Опять же к тем же Той же нашей тройке юнитов Так же может Вместе с Примасом Магасом И Акалитой Ковардом Может туда сесть Но он раздает Чо в юнит Собственно две Обилочки всего Обилка Простая достаточно Но офигительная Просто выбираем Один раз в терн Одну у нас Модельку этого Собственно Нексона Юнит в котором Он находится Просто Применяется на него Одна стратагемка За 0 кп И даже если Уже применялась Стратагема То есть уже Это очень крутой бонус Это прям офигительно Какой бонус Важный вопрос Просто какой его Отряд сунуть Ну и маленький Такой у него Кэшбэк В виде того что В команд фазу Он может Подвигать У нас Культамбуш точку На 6 дюймов Что в принципе Ну может иногда пригодится Естественно Очень крутой чувак Ну то есть Очень полезная Билка Опять же Стратагемы у нас Вы видели Есть здесь Очень полезные У нас есть они Дорогие Вот поэтому Естественно Он очень будет Хорошо срабатывать Мальчонка Прям классный Вот Вопрос просто Опять же Надо думать Какие отряды Его сувать Какого например Локса сувать И вот что с этим Ты будешь делать Дальше Дальше у нас Кто Патриарх Вот так вот Мужичок Наш мозгоголовый Немножко схуднул Он теперь у нас Восьмой мув имеет Тафна Пятая Сейв четвертый Ну у него четвертый Вунтов у него Шесть Ледак Шестой И Обсек Один Милишка у него Кстати хорошая Достаточно Это пять Атак Два плюс Шесть минус Два два Имеет Девастейтинг вунд Твинлинг Не очень мне нравится Это вот сочетание Когда ГВ сует Вместе Девастейтинг вунд Центринлинг Потому что Зачастую Вам выгоднее Может быть даже Часто Приролить все Даже успешные Броски Которые не шестерки Просто чтобы Мортал их больше Внести Но это правда Одна конечно модель Она столько не внесет Но тем не менее Что он имеет у нас Дипстрайк Инфильтратор Лидер Окей Ну понятное дело У нас только К одному юниту Это Пюрстрейн Генстиллером И все Больше он никому Не может заджойниться Зато правило У него просто Целое ведрище Потому что Первое Он в юнит На милишке Раздает что Правильно Девастейтинг вунд Такой же Какой у него есть Что Уже неплохо Конечно Приятно Сейчас дойдем до них Посмотрим на профиль Но это естественно Бонус очень хороший Файт фазу Юниты Все В шести Должны проходить Баттлшок тест Неплохо И Спеллфамиллер Опять же Раз за игру Позволяет ему Что сделать Правильно Увеличить рейндж Этой билки Вдвое Вдвое То есть Соответственно В двенадцати В чардж фазу Точнее В файт фазу Все должны пройти Баттлшок тест Очень неприятно Потому что Это бабл Двадцать четыре дюйма Очень многие противники Будут под него попадать Штука Прям такая Может насрать Ну Некоторым армиям пофигу А некоторым Очень сильно Могут этого пострадать Поэтому Короче Неприятный Опять же Это ваш ход происходит Особенно это обидно Знаете Когда Вы где-то На точке Прибежали И противнику Просто Бам Баттлшок Он не скорит Ни хрена точку И Как бы Наступает его Команд фаза А он не может Даже Ну Восточку Перевить Короче Неприятный Парень В этом плане Но Он у нас Естественно Как бы Очевидно Один из самых Дорогих Юнитов То есть Это 85 очков Но По меркам Наших Чарактеров Это не так Чтобы много По меркам Наших Чарактеров Это много Но в целом Это не то Чтобы много Вот Но он самый дорогой Чарактер В кодексе К нему Кто у нас Берутся Перстрейн Генстиллеры Но они Чуть попозже Примус Последний Наш мужичонка Остался Который берется В отряд Сам по себе Тоже не особо Внушильный Статлайн У него Треть Тафна Четыре вунды У мужичка Но вооружен Неплохим вооружением Потому что у него Культ Боундстворд Это 5 атак 2 плюс 5 минус 2 1 Жалко не 5 минус 2 2 Плюс у него Еще и Маленькая его Токсиновая перчаточка Которая дает ему 2 атаки Антиинфантри 2 плюс Экстра атак То есть дополнительные Они как раз ВС второй Вторая сила Но нам она особо Не важна Нулевой АП До третий дамаг То есть может Что-то там подковырнуть Опять же Дипстрайк Лидер Лидер догадайтесь Кому Правильно К той самой Тройке юнитов Которые у нас Все собственно и джойнятся Пятый Инвуль есть В юнит Что правильно Раздает Реролл Ту хит Полный Ну Неплохой бонус На самом деле Неплохой бонус То есть ну как бы Так как Айконварды мы не сможем Засувать во все юниты То как потенциальный Еще один чарактер Неплохо Но дорого Он стоит 70 очков У нас Это так-то по меркам Юнитов наших Ну не самая маленькая цена Но баф в принципе Неплохой И может в стратегик резерв Отправить юнит После того Как все задеплоились При этом Обходя ограничения На стратегик резервы Что ну Изредка можно будет применять То есть ну такой Неплохой чарактер Но очень хорошо Надо думать Куда его сунуть Потому что Сувать его в бомжей Которые вы задумали Что они будут просто дохнуть Естественно будет тупо Это делать Потому что Ну как бы Какой смысл Они сдохнут Чарактер потеряется И все То есть его По хорошему в тех Кто хотя бы удар Смогут нанести Какой-то по противнику А тут уже надо как бы Думать кто это у вас сможет Дальше Перустроение генстиллеры Ребятки у нас Которые ну Поменялись Поменялись Достаточно сильно Стоят они у нас дорого Достаточно Это за пятерку 90 очков 180 соответственно За десятку Статлайн у них Восьмой Мув Тафна Четвертая Сейф Пятый Неважно Потому что Инвуль у них пятый Две Вунды Что самое для них важно Наверное Ледак Седьмой И обсек Один По вооружению У нас Их талоны Это 4 атаки На 2 плюс 4 минус 1 2 Имеют при этом Дипстрайк Инфильтратор Круто Могут чарджить После Эдванца Что как бы Хорошо Единственное Кто к ним Джойнется Это Патриарх Но у них Кстати есть культ амбуш Батлайна конечно же нету Но культ амбуш Есть Так что уже Неплохо Они могут приходить Хотя бы Возродиться Ну шанс у них есть То есть можно рассматривать Это как Такой просто приятный бонус Они постоянно срабатывают Какую-то фигню Вот И собственно набираются До десяточки максимум Ну Отряд очень тяжелый Получается Такой потому что Их тяжело перевозить Куда-то Тяжело доставить Возможно вам будет Тяжело подчарджить Возможно вам будет Ну если конечно Не супер загаженные Тирейном карты Где вы можете бегать Бегать вас будет не видно Но в теории Под патриархом Конечно могут очень больно дать Потому что да У них типа С десятки Очень много атак Ну как бы Очень много Сорок атак Под патриархом Ну сколько-то шестерка У вас будет вылетать И вы будете Просто чисто Морталки еще Закидывать туда Ну в принципе Они также будут И просто носить урон Потому что второе АП Ну неплохо Но четвертая сила Наверное подсирает В этом плане Возможно им конечно Мне такое ощущение Что у них просто как бы Это баг Потому что у них нету Твинлинкт Но опять же Будь у них твинлинкт Это будет полная жопа Потому что Тогда мы бы просто повесили Потому что Говнюки бы Реролили бы все Броски ту вунд С патриарха вместе И там бы вылетала бы Куча морталок Это прям печаль Беда Уже проходили Как бы такое нельзя Никогда допускать Вот Но как бы С ГВ станется Могут и забыть Предпоследний наш юнит Это наша саботерочка Лысая женщина Подрывник Прикольная на самом деле Модель Забавные у нее правила Почему? Потому что Стоит у нас всего 55 очков Это естественно фигня Статлайн у нее как всегда Обычный самый Это Третий Тафна Три вунды Есть дипстрайки Синфильтратор Лоун оператив И стелс Ну то есть джойнится Мы никуда не можем Но за счет того Что у нас лоун оператив И стелс Ну какая-то Никакая живучесть есть И соответственно По стрельбе Что у нее есть Во-первых У нее есть Римоут экспложен Это у нее основная атака Имеет Бласт Индирект Файр Что важно 24 дюйма Рейндж Д6 Плюс 3 Третий баллистик 5-0-1 Это просто такая штука Которая будет мерзко Харасить постоянно противника Он постоянно где-то там ходит И вы там Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам По нему стреляете Плюс Один раз за игру У нее есть Ее демолишн чардж Который Ассоулт Бласт Ваншот Но на 6 дюймов всего Ваншот соответственно Раз за игру Бласт это доп Наши атаки Но ассоулт позволяет После и дванса Нам это сделать Но бахает больно Потому что Д6 плюс 3 Выстрелов С бластом Это особенно хорошо 2 плюс Баллистик 12 минус 2-2 Штука подходит для много чего То есть технику какую-то Подломать чуть-чуть Или например Какой-то элитный отряд Противника Двухундовый Ну или там Четырехундовый Какой-то неважно В общем Может прямо Очень больно всрать И прямо противнику Будет очень неприятно С этого юнита Потому что главное Просто не забывайте Что у нее вот эта вот Атака есть На 6 дюймов Потому что иногда прям Просто выбежать И кинуть этот заряд Прям будет бобо Один раз за игру Стратегемка на гранаты Используется на нее Бесплатно Это стандартная рульбучная А нет Не один раз наврал Не один раз за игру А просто она бесплатно Используется Вообще прям отлично Причем Опять же Может также использовать Повторную стратегемку Прям хорошая штука Единственное Такое странное Замечание здесь То что Написано Что вы можете Использовать стратегему На гранаты Второй раз За фазу И вот тут возникает вопрос А что вы имели По этому ввиду То есть А если у меня Титки девчонки Можно как бы Три раза такое сделать Но скорее всего Видимо нет Раз так Но тем не менее Короче уже очень прикольно Плюс Также Раз за битву Можно Когда юнит противника Делают норму Мув Эдвансится Или фоллбекается И заканчивая Двенадцати дюймах От нее Кидаем просто Д шестой На два плюс Юнит противника Ловит Д три Плюс три марталок Естественно Круто Ну да Раз за игру Но все равно Главное не забыть Про это Очень неприятно Противнику просто В лицо Влетают марталочки И Ничего он с этим толком Сделать не может В общем Прикольная девчонка Ничего не стоит На самом деле По очкам Дешевые Срет постоянно И вполне себе Классные Максил бы их Вполне себе Использовать Классные И последний Дурачок в нашем кодексе Ну такой Чуть-чуть спорноватый Немножко у нас Это Санктус Наш ассасин Имеет соответственно Две вариации По вооружению Это первый У него есть ножик И снайперка Вначале мы Скажем про его Правила наверное А потом мы будем уже Посмотрим на его оружие И как оно сочетается По статлайну Опять стандартный статлайн При этом имеет Пятый инвуль Имеет дипстрайк Инфильтратор Лоун оператив И стелс Опять же То есть какая-никакая защита У него есть По правилам Он может объявлять Чарж Или стрелять После того как Эдванс Или фоллбек Что естественно Полезно Второе правило Психик спун Выбираем юнит Противника Какой-то в начале Первого батлераунда И до конца игры Каждый раз Наши атаки По нему иметь будет Игнор кавер И девастейтинг бонус К чему нам бы тут это Ну в принципе неплохой Ну просто какой-то бонус будет Ладно, окей Но Смотрим на его оружие Первое У него есть Милишка Его Шесть атак Два плюс Третья сила Минус два Один Но антиинфантри 3 плюс И пресижн Ну тут в этом плане Конечно прикольно С девастейтинг бонус То есть да На 3 плюс Мы просто марталки Вливаем в лицо И все То есть можем вырубить Какого-то там чарактер Попытаться за счет пресижнов Но из Ну то есть Мы назначили его юнит Именно там Два с этими бунтами Еще заковырять юнит Но С другой стороны Конечно недостаток В том что Ну придя в хтх И кого-то убив Если это не какие-то гвардейцы Скорее всего он сдохнет Ну то есть Вы думаю понимаете Да даже гвардейцы Могут его запинать Но если он пришел И он на ответке Может отвалиться Единственная надежда Что когеренция противника Им позволит много атак нанести А так конечно он труп Скорее всего Причем что Проблема вы же подчаржите На свой ход Противник даже если На несчет мало атак Но следующий ход У него будет Чтобы среагировать И убить его просто спокойно И вот в этом Прям печаль беда У него получается Но у него есть снайперка И снайперка у него Поприкольнее Почему? Потому что снайперка У него хэви и пресижн Одна атака Третий баллистик Ну стоя с места Он будет на 2 плюс попадать 5 минус 2 3 Ну то есть опять же Можно шот Какого-то стандартного Чарактера Но есть одно но У него антипсайкер 2 плюс И тут такой прикол Если мы играем С какой-нибудь Псайкерской армией Это становится забавно Или у нас есть Просто у противника Псайкерские юниты В армии Это становится Очень прикольно Потому что Можно Соответственно Назначать это Своей целью Просто любой юнит Который псайкерский Нам не важно Что мы будем там Чарактеров убивать Может даже специально Не будем Например либр стоит Зачем нам убивать Этого либра Да Мы будем Что правильно Под вот этим Антипсайкер 2 плюс А так как Псайкерки Шарятся от чарактера Во весь юнит И если у нас есть Одна модель псайкер Весь юнит имеет Кивор псайкер Или кто-то например Очень хитрожопый Себе инквизитора Засунул в юнит Да Очень у нас люди Это любят Типа хоп Она инквизитора сунул А этот урод Просто в ход тебе такой Бам Три морталки Бам Три морталки Бам Три морталки Да Три морталки Это не очень много Но это очень неприятно На самом деле Потому что у вас Не важно как вы защитили юнит А у вас просто Морталка 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 И псайкер Например в большинстве своем Имеет защиту Например от тех же Психик вундов Но не от Мортал вундов Что как бы естественно Очень юниту будет неприятно Но это такая Очень своеобразная Камбулин Завися от противника вашего Поэтому скорее Такой дополнительный прикол Но в принципе Даже чисто как Чарактер Сделать Ну типа взять Таких три штуки И по приколу Просто попытаться Стреливать противнику Чаров на 2 плюс Ну типа почему нет Но опять же Атаки не самые сильные И все еще зависит Какой противник у вас будет Вот Но в целом Вот такой вот паренек И что можно сказать Про кодекс Генокульта Ну как по мне Это во первых По итогу Не самый слабый Далеко кодекс Это достаточно крепкий Кодекс получился Из минусов Естественно Внутренний баланс Как у многих кодексов Нет вообще от слова совсем То есть Есть у нас здесь Конечно же Вообще поломные ситуации Типа с какими-то байкерами Которые да Надо подумать как применить Но они все равно Просто прилетают И ломают тебе рот Есть очень прикольные Куча у нас Видите механик Всяких Ну главная механика На возрождении юнитов Это прям Ну одновременно Она конечно может быть мерзотная Я думаю некоторые противники Будут просто гореть от этого Потому что ну ты просто Не можешь убить Ты физически их не можешь убить Они восстанавливаются Восстанавливаются Но что мне точно Однозначно нравится В этом кодексе То что ГВ соблюдало То что было до этого Вот в генокульте часто Что генокульт Армия Которая требует от вас Ну хорошего Скилла игры В принципе И понимания вообще Че вы делаете В принципе То есть это очень Не бездумная фракция Которая да Местами может показаться Ну все просто за них Типа я просто беру Я делаю пук-пук-пук И противник Типа мой развалился Ну как бы так Но не так Потому что Есть много моментов На которых можно Ну типа вот теми же маркерами Да типа Механика Позволяющая тебе получать Бессмертные юниты Типа Круто да Но она требует От вас определенных действий Она требует Чтобы вы не давали Противнику зонить вас И просто сжигать Эти ваши точки Или чтобы у вас Постоянно они там Будут появляться Ваши диплоки Тоже что не круто будет Вот поэтому Механика требует От вас какой-то Типа мысленной активности В этом плане Мне очень кодекс В этом плане нравится Так что в принципе Как бы Я кодексом Довольно хороший Всем бы на самом деле Такой кодекс Так что За него Однозначно Лайк от Кодекс прикольный Пишите как бы Понравился вам этот обзор Или нет Пишите где я соврал Или нет Вот Спасибо Сереге За то что Проспонсировал этот Обзор Будьте как Серега Вот Ну и на этом все Как всегда Берегите себя И свои миньки Пока Субтитры сделал DimaTorzok И подпишись Субтитры сделал DimaTorzok